Иван Гермалаев в начале войны встретил со своей мамой и старшим братом в селе в Ленинградской области. Уже через месяц после начала Великой Отечественной попали в плен к немцам. Жили в концлагере, а потом были проданы литовскому фермеру, у которого и работали до тех пор, пока их не освободили советские войска. Первые дни войны вспоминает с болью в сердце. Жили мы в сельской местности, авиация летала прямо немецкой над крышами домов. Бомбила, деревни горела. Из оккупированных территорий фашисты увозили население, в том числе и нашу семью. Иван одним из первых возложил цветы к вечному огню в Парке Победы. К памятной акции присоединились и представители различных ветеранских организаций, патриотических движений, школьники, а также депутаты и члены администрации советского района. Безусловно, вообще данный день, он важен для всех, для всех граждан нашей страны. Потому что мы в это время должны знать свою историю, должны любить свою родину, должны подрастающих поколений рассказывать о ветеранах, о героях, о тех, кто ценой своей жизни, о своим жизненным примером показывает, как надо любить свою родину, что надо гордиться своей родиной. Завершилась памятная акция у монумента пограничникам. Здесь были заложены две капсулы с землей из мест, где бойцы пограничной службы защищали свою родину. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Редактор субтитров А.Семкин